Случай детей Маугли из Павлодарской области, потрясший весь Казахстан, далеко не единичный в стране. Руководитель Альянса профессиональных соцработников Динара Исимова уже много лет пытается привлечь внимание к проблеме изолированных детей. В своей практике эксперт встречала немало семей, которые по разным причинам выпадали из поля зрения специализированных служб. Парадокс в том, что в Казахстане есть программа патронажных домашних посещений, утвержденная министром здравоохранения еще 4 года назад. Согласно нее, беременные могут рассчитывать на 2 визита от медперсонала, а детей до 5 лет необходимо посетить 7 раз. Однако на местах не следят за надлежащим исполнением программы, кроме того, есть критический дефицит кадров. Участки переполнены, нет патронажных медсестер, которые бы проводили по квартирный обход и при выявлении проблемных семей сообщали бы об этом соцработникам. Мало кто соглашается на такой труд. Зарплата медсестер 120 тысяч тенге, а доход социальных служащих едва превышает минимальный показатель. По мнению экспертов, в этом вопросе важна принципиальная позиция акиматов. У них есть все ресурсы для повышения престижа профессии. Между тем, такие специалисты нужны регулярный обход и менторство помогают на ранних стадиях выявить риски развития у детей. Признаки депрессии у мамы даже предотвратить отказ от ребенка. В Казахстане 90% детей должно быть охвачено такими посещениями. Сейчас это в районе 10%. Социальный работник в поликлинике работает 1 на 10 тысяч населения. Он не узнает о каждой семье. Нужно сделать его 3 на 10 тысяч населения и сделать социальную поддержку, потому что зарплата у них... Сейчас минимальная зарплата 6 до 2 тысяч тенге. У социальных работников по МСП зарплаты тоже такая же. То есть, как говорил вчера президент, бедные обслуживают бедных.